всем привет друзья мои приветик сегодня хочу с вами подписать такую работку ромашки буду писать мастихином референс я оставлю в описании под видео это внизу переходите раскрывайте и смотрите работа такая вот фотография выполнена красивое оформление но я не буду выписывать там все идеально возможно что-то изменю вот и хочу сделать как-то вот живописно мастихином еще хотелось бы напомнить про подписки подписывайтесь на канал и яндекс дзен потом на рутубе я уже говорила да что здесь у нас сейчас сложное условие у блогеров монетизация вообще отрублена и хотелось бы даже попросить вас такой как бы скажем помощи да чтобы на яндекс дзен на рутуб вы подписывались побольше чтобы ну там у меня подключить вот это всю монетизацию все это чтобы ну хотя бы там какую-то копеечку зарабатывать помогите пожалуйста подписывайтесь там на канал ну конечно не просто подпишитесь и висите да там просматривайте тоже это как бы на продвижение влияет то есть я надеюсь поможете да мне там вот как-то развиться вот ну и давайте приступим я сейчас ну так довольно таки схематично намечу сам рисунок возможно даже вот полностью не буду до какого в референсе повторять что-то изменю холстик у меня 25 на 30 можно также смело брать и 30 на 40 и ну вот вмещать да как вот там вот все цветы приблизительно я вот разделю его давайте пополам это у меня угольный карандаш и приблизительно пополам чтобы вам хотя бы на ориентироваться видеть да в какой части располагать цветы ну вот вот этот маленький как горшочек вазочка да он такой вот небольшой небольшой и чуть-чуть вот если его ось провести вот от середины том где-то такого небольшой то есть я буду делать мастихином и хочу знаете как вот оторваться пописать не вырисовывать там вот какие-то супер правильная форма чтобы это было так вот ну очень живенькая интересненько он почти этот горшочек почти ровный но я его сделаю немножко вот как бы края наклонил то есть вот такой вот хочу чтобы было и сейчас сами ромашечки я намечу такими как кружочками да и покажу в них где именно будут серединки то есть серединка у нас собственно задает наклон до куда она там повернута не вот смотрите вот эта ромашечка она частично у нас заходит на горшочек она такая большая вот так даже можно не полностью и прорисовываться засечками и вот где-то здесь и и будет серединка вот так первая ромашечка дальше вот сначала начнем с основных вот этих крупных таких ромашек следующую я расположу она по размеру примерно такая же то есть где-то вот вот здесь ну то есть не надо ее выцеливать там циркулем да как будут серединка то есть плюс минус там больше меньше а еще крупная ромашечка у нас есть вот здесь но она уже в таком повороте что смотрится как овал вот и вот здесь у нее серединка соответственно тоже она вытянута мы больше ее сбоку видим и вот вверху здесь большая ромашка сильно я ее до верха не довожу тоже она у нас будет как овальчик что-то такое и серединка там будет вообще вот так вот видно вот ну и теперь когда мы наметили основные до теперь мы можем показать какие-то маленькие ну вот здесь я вижу допустим так выглядывать небольшая ромашечка там и серединочка дам дальше так от этой у нас пойдет какой-нибудь такой красивый стебелек вот если так провести через эту вот здесь он выйдет и там где-то там за ромашками спрячется дальше где-то вот здесь пускай будет ромашечка вот здесь бачком маленькая вот тут у нее вот так вот аж серединка здесь смотрит на нас серединка по центру эти такими схематично довольно таки вот здесь боком висит ромашка причем вот боком как показать да вот у нее вот здесь основание будет такого более ровно а здесь более такого то выпуклая то есть серединка она же у них такая выпуклая вот ну и вот там тоже есть ромашка ну я не знаю стоит ее там мельчить в тени такая можно здесь в принципе сделать вот так стебелек и ее вообще не прорисовывать мне не очень хочется она там спрятанная где-то такая и здесь какая-то висит драпировочка да мы видим но это мы сделаем фон цвета возьмем до приблизительно подходящие и сделаем собственно фон такой разноцветный но примерно вот вот эти вот линии кусочки как вот ткань тут свисает я примерно намечу так вот здесь вот как-то вот так дальше здесь она у нас будет выходить где-то вот здесь как-то вот такими но это я опять таки говорю это я пока да намечаю вот этот темный кусочек он у нас вот тут делится более темный более светлая дата уже это покажу здесь такой красивый кусочек зеленой ткани так его покажу опять таки это все пока такие наметки вот здесь есть около этой ромашки такой вот темным ну как ткань расходится да и темный фон и очень хорошо задает контраст вот этого на белой ромашки темного фона вот я чего-нибудь такого пока оставлю так вот сюда это ткань идет где-то она вот здесь вот выходит как-то так вот что-то такое в общем это все вот это вот будет зелененькая ну вот в принципе в принципе пока и все убираю я пока карандашик и начну я наверное пожалуй сразу работать мастихином мастихин я возьму попробую вот такой вот он у меня есть видите но не сильно гнется рыбка прям хорошо гнется этот так вот по красочкам белила титановые кадми желтый средний охра желтая кадми красный светлый голубая fc взяла кобальт зеленый лежит он у меня без дела может куда-нибудь его приспособлю то есть возможно даже цвета там как-то поменять не буду один в один как там повторять и индиго для затемнения извиняюсь ну и начну наверное я самого такого темного вот кусочка возьму индиго в работе маслом да лучше идти вот найти что-то очень темное потом что-то очень светлое и вот в этих пределах плясать я не всегда так делаю как бы по сухому холсту тяжеловато ложится красочка если вам к примеру будет удобно может сначала его хотя бы только слегка слегка либо тройничком либо маслицем чем-то вот пройти только очень очень тонко чтобы он потом чересчур жирно не было писать вот и где-то я видите нанесла где-то царапаю до лишнюю и опять наношу то есть ощущения такие вот как будто вы намазываете маслица на хлебушек вот сюда уже больше беру голубой так вот стираю добавлю сюда белью и вот здесь пойду уже вот перемешиваю как бы с предыдущими так вот как бы иду на высветление закрываю все дырочки холста при желании в принципе можете писать это кистями да кто кому неудобно вот просто тоже наносить мазочки кистями только вот ну вот такая плоская во первых квадратненькие да такие и вот мазочки рубленые такие наносить щетинкой чтобы постойненько вот так было и будет тоже хорошо сюда чуть-чуть миганый да как бы такой плавный переход не будем чего-то тут прям очень досконально плавно прям делать вот пускай вот такая как мозаичка достается таких вот мазочков мазочков так дальше периодически мастихинчик протираем чтобы он был более-менее такой вот опрятненький дальше вот этот темный кусочек я его сейчас тоже закрою так вот сюда прям тоже через голубую фц с индига вот таким вот образом а ромашки не знающий пока думаю как масть пойдет скажем так да посмотрю и возможно я их даже ну пока сейчас в планах сделать возможно их кистями кисточкой круглыми кисточками я вот наготовила для маленьких ромашек для больших каких-то вот такая побольше размерчик но посмотрим может возьму какой-нибудь мастихин рыбкой мастихином поработаем то есть это пока еще я вот не знаю так вот здесь кусочек вижу такое что-то среднее не очень светлая не очень темная вот тут вот этой ткани там какой-то такой вот кусочек тут вот что-то такое есть ну то есть я опять таки не повторяю там идеально его форму да какие-то там где-то видите я наношу мазочки более такие вот протяжные длинненькие да где-то коротенькие то есть всегда чередуйте это всегда тоже интересно в картинах когда пересекаются там и более длинные более короткие мазочки но если у вас конечно не за не стоит задачи как у ван гога да там одинаковыми мазочками создать всю работу да вот так так добавляю делаю очень-очень светлый вот в эту же смесь видите вот сильно не вымешиваю даже еще добавлю белил это сейчас я сделаю вот эту вот как ткань да это ну либо что-то подобное на ткань то есть я ее не буду вырисовывать все вот эти там свет тень прожилки эти я сделаю просто такой фон светлее чем вот эти вот края да но и не сильно светлый чтобы у нас на нем читалась ромашка добавлю индиго такой вот пускай сероватый будет то есть не сильно голубое вот такой вот так вот здесь на ромашке пока сильно ну так обхожу их да ну видите я как бы особо внимание на них не обращаю то есть потом при необходимости если нам к примеру надо если мы их там сильно подрежем это все мастихином счистить и там поверх уже наложить какой-то другой цвет вот вот захватила беленького сейчас даже как бы хорошо чуть-чуть уменьшать форму ромашек помню да что я вот говорила за цветы нам надо будет потом делать где-то лепесточки выбрасывать на фон чтобы между ними был фон и то есть нам неудобно да в принципе подходить вот между лепестков фоном да заходить лучше мы захватим немножко уменьшим сейчас ой все я смотрите краса синяя фэшечки вот то есть делаем их изначально чуть-чуть поменьше а потом просто выходим лепестками на фон то есть облегчаем себе задачу тем самым так возьму вот побелее вот сюда что-нибудь но тоже какую-то четкую ровную границу я к ней не придерживаюсь то есть так вот спокойненько свободненько заполняю и видите красочка у меня такая вот на палитре она не сильно вымешанная где-то вот более серый около ромашки чтобы она у меня потом светлая смотрелось на темном красиво здесь вот в глубине цветов тоже можно потемнее добавить здесь вот маленькие цветочки обхожу так где-то добавлю более вот такого захватила здесь тут индиго и хотела голубого и побольше вот сюда чуть-чуть уменьшу и вот с этой стороны тоже я добавлю где-то вот зачерпну прям белил и вот сюда вот так вот намешаю в принципе можно заполнить да вот я по ходу дела тут рисую да пишу и мне мысли приходят можно заполнить в принципе одним каким-то вот ну цветом да вот этим вот ну как одним он у нас тут не один да тут у нас такая прям масса масса всего можно сделать какой-то вот вот этот темный да а сверху уже вот так вот белые какие-то полосы нанести и тем самым как бы дать направление вот это спадающее вот видите я красочку вот так раз скребаю и поп на другую на другое место переношу вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сюда я оттенок уже вижу там чуть-чуть другой. Поэтому я пока с этим цветом остановлюсь, протираю мастихин, беру вот белилки, да, и про что я говорила, вот можно вот так вот задать направление. Вот как она спадает, в принципе, вот так вот. Протираем мастихин. То есть, ну, это можно делать, можно и не делать, в принципе. Ну, так вот интересно, да. Оно и поярче уже становится. И вот не сильно давя на мастихинчик, то есть тут красочка легонько снимается и задает такое направление спадающее. Так, я добавлю еще белил. При работе мастихином красочки много уходит. Так, что как бы рассчитывайте, да. Так, ну, и здесь как-нибудь вот так вот оно там идет. Потом меняет свое направление. Протерла мастихин. Вот вижу, да, уже как бы, ну, красочка подмешивается. Беру, протираю. А вот сюда сейчас я вот вниз добавлю вот этого кобальта попробую. Вот такой с зеленцой. Белью побольше еще возьмет. Кобальт. Кобальт у меня от гаммы. Это имитация. Вот такой, смотрите, какой-то интересный зеленоватый оттеночек. Вот его я вот сюда отправлю. Смотрите, он такой нежный, да, получается красивый. Если где-то попадет там с палитрой более синий, то есть ничего страшного. Пускай попадает вот сюда. Вот сюда. Даже можно где-нибудь специально замешать такого голубого. Прохожу, закрываю все вот эти вот ячейки, которые у меня холст виден. Просматриваю. Так, еще беру белилки. Вот этот кобальт. Чуть-чуть индиго подмешался. Ну, пускай на мастихин зацепился. То есть, как видите, я так вот не зацикливаюсь, да, на том, что вот у меня там, к примеру, с этим индиго. Ой, надо протирать мастихин. Индиго подмешался. Да, ну, пускай он там будет. Ну, то есть, как бы, ну, вообще без разницы. Так, и вот здесь тоже вот такого зеленоватого. Даже вот еще больше зеленого нанесу. Вот так вот. Вот так вот темночек пускай будет. Вот так вот темночек пускай будет. Так, вот таким образом закрыли. Сюда уже спускается больше оттеночек такой даже желтеньким. Что-то такое более тепленький. Тут у нас и ткань вот эта, в принципе, примерно такого же оттеночка. Вот я ее сюда сейчас нанесу. Так, эту вазочку обхожу. Так, еще белила, желтенький, зелененький. Вот в эту всю смесь. Еще зелененького, еще желтенького. То есть, смотрю, чтобы у меня такой вот салатовенький, да, какой-то получился. Он отличается, видите, оттенком. Ну и ради бога. Пускай отличается. Так, сюда, сюда. Так, здесь у нас какой-то такой темненький кусочек виднеется. Чтобы скучно не было, да, какое-то одинаковое все. Побаловаться так немножко. Так, здесь, в принципе, тоже. Вот этот зелененький. Его можно где-то даже подбросить. Это же, как бы, подразумевается ткань, да. Там сквозь нее просвечивается вот эта ткань. То есть, где-то можно так вот добавить вот таких вот оттенков туда. Вот, что-то такое. И смело, не бойтесь, вы не испортите этим работу. Вот так, запомнили. Так, ну и теперь около вазочки у нас тут какие-то складочки, да, теневые есть. Вот я возьму кобальт, наверное, с индиго. Вот в эту же смесь. Все, видите, замешиваю, замешиваю. Но у меня, правда, здесь уже почти ничего не осталось. Вот я возьму чуть-чуть вот мастихин вот так пожмякаю, да. Такой, видите, какой-то грязновато-зеленый получился. Вот тут около вазочки у меня какая-то теневая. Вот тоже я ее сильно не буду там прям досконально прорисовывать. Вот так вот наберу так раз туда ее где-то там вот она под вазочкой, да, тоже приземляем ее. Хоп, очеркну, очертили как бы эту вазочку. Так, дальше. С вот этой стороны там тоже, в принципе, теневая. Вот набираю. И вот туда эту тенюшечку закладываю. Так, вот здесь можно еще вот немножко продлить. И также складочки вот где-то в нашей ткани. Вот где-то здесь складочка там пойдет. Чего-то такого. Ну, то есть, не знаю, есть смысл его делать или нет. Ну, я что-нибудь такие, какие-то волночки, да, вот. Как вот она идет, сделаю. Пускай будет чего-то такого. Вот сюда там. Ну, такое все условненько. То есть, никаких прям вырисованных четко складочек нет. Вот тут какая-то теневая там тоже. То есть, вот здесь можно как-то подчеркнуть. Что у нас еще? Вот здесь можно какую-нибудь тенюшку проложить. Вот так. Ну, и вот этот кусочек тоже он у нас такой вот. Разбелю вот этот вот цвет. серо-зеленый какой-то, да, вот, желтенького добавлю. И вот такое что-то нанесу. Так, тут неудобно. Сейчас я закрою холстик. Чтобы у меня белых пятнышек не было. Так, ну, и беленького вот сюда тоже добавлю. Так, и беленького на палитру я еще добавлю. Так, беру беленький. И вот здесь где-нибудь тоже добавлю, как бы, ну, вот эти направления. Да, я его. Так. Здесь как-нибудь вот сюда опускай. Вот здесь. Протерла опять мастихин. Вот направление тут какое-то. Сюда сюда. Ну, здесь можно продолжить чего-нибудь. Вот как-нибудь. Вот таким образом. Даже вот здесь мне хочется, знаете, по стыку вот так пройти. Сухим мастихином. Чтобы вот эту такую четкую границу смазать. И вот здесь, наверное, тоже я пройду. Вот чтобы было примерно что-то вот как здесь. Да, такое непонятное. Вот так мне больше нравится. Поинтереснее. Дальше я возьму охру. И возьму, наверное, с красным и с капелькой индиго. И вот таким темным цветом я вот закрашу серединки вот наши, где мы их понамечали. Вот видите, краешком мастихина. Но не особо там даже выцеливаюсь и ищу какие-то серединки. То есть, таким вот коричневатым цветом. Так, вот здесь маленькая. Вот здесь. Вот здесь. Так, оп. Чуть-чуть вот здесь. Чуть-чуть. Здесь серединочка. И вот здесь. Наметили серединочки наших ромашечек. Дальше. Сама вазочка. Я возьму желтый с охрой. Я не буду ее делать сильно такую яркую. Желтый с охрочкой. Вот наметим сейчас. Так вот густенько, жирненько. Эту вазочку. Сильно цвет тоже не вымешиваю. Прямо в однородный. Да, тоже. Чтобы было интересненько. То есть, она чтобы разнообразная была у нас. Вот где-то чистый желтый пускай. Где-то, смотрите, вот этот теневой. Зелененький подмешивается. Вот. Такими мазочками мы сделали вазочку. С этой стороны у нее такая тенюшка. Вот я возьму вот этот какой-то грязненький, да? Зелененький. И вот так я его чуть-чуть вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Около краешка потяну. И с этой стороны чу-чуточку. Навстречу теневому можно вот так потянуть желтенький, к примеру. Дальше вот беленького добавлю в желтый. Сделаю ярко-желтый. И где-то вот с этого края добавлю, ну, что-то. Вот видите, туда-сюда, туда-сюда, так вот, легонечко-легонечко. Что-то типа бличочка, да, какого-то. Но это не стекло, оно сильно бликовать там не будет. Ну, такое вот уже интересненько, да, такие мазочки пастозные. Дальше. Так, я около ромашечек, вот сейчас смотрю. И хочу затемнить все-таки, чтобы у меня... То есть, видите, я по ходу дела решаю всю эту задачу. Чтобы у меня ромашки были видны. Вот я вот так вот затемню. То есть, белила индиго, беру. Ну, вот в этой смесике, ничего, всего. И вот такими вот. Чтобы они у меня ярче смотрелись. Все-таки не надо было делать. Вот эти вот белые. Вот так. Прямо такими большими мазочками нанесу. Он даже где-то зеленоватый, пускай он будет. Здесь даже можно потемнее. Вот так вот прям беру индиго. Хотя, в принципе, как бы, ну, все движения, да, которые производятся на холсте. То есть, это все тоже... Если бы мы не высветлили, да, сейчас бы этой красочки тут пастозной не было. И нам бы тяжело было мастихинчиком работать. Такие вот широкие мазки наносить. То есть, видите, я тут на ходу экспериментирую. Ну, ничего, бывает. Так, вот я беру индиго, зелень вот эту вот. Все вот так вот сюда. Прорисую ромашки, а потом уже посмотрю. Потом уже высветлю, если что. Если будет необходимость в этом. Так. Так что, как видите, мастихин, он, в принципе, испортить им очень сложно. Так, чтобы у меня вот эта вот ткань тоже смотрелась поярче. Здесь тоже нанесу. Вот так. Вот такими вот разнообразными рубленными мазочками. Покрупнее. Так. Ну, в разных направлениях. Видите? Вот так уже поинтереснее. Вот в уголочке можно добавить прям темного, да? Как бы акцент сделать на ромашке. Так, еще добавлю индиго. Закончился. Индиго у меня тоже вот этот вот от гаммы. Кстати, вот когда девушка спрашивала меня, да, почему он у меня такой черный, у нее более синий индиго. Это вот, ну, если вдруг у кого-то еще, да, такая вот штука. То есть, я разбирала, когда мы, из чего состоят краски, да, видео. Вот там я рассказывала, что у меня как раз таки индиго вот от гаммы и от мастер-класса, вот мастер-классовский, в нем преразбили вот такое ощущение, что там вот больше голубой ФЦ. ФЦ в составе индиго же, голубая ФЦ и Марс, не Марс, а сажегазовая, вот. И такое ощущение, что голубой ФЦ в составе мастер-классовской, да, ее больше, поэтому он более синит. А этот, ну, есть вот эта какая-то дымчивость, да, у него при разбеле, вот я сейчас даже покажу. Вот, смотрите, видите, и в разбеле он вроде как чуть-чуть что-то голубоватое есть, но он больше серый, вот. А мастер-классовский он больше голубит. Ну, я не знаю, сейчас я найду или нет, показать вам. Нет, друзья, что-то сейчас не найду, хотела показать. Но, если что, посмотрите вот это видео, и там поймете, да, о чем я говорю. Из чего состоят краски, вот пигментный состав. Разбирали там. Так, ну, вот тут, внутри, да, букета тоже добавлю такой вот тенюшечки. Тенюшечки. Ну, вот такого пускай будет пока. Пока такое. Так, ну, возьму-ка я все-таки большую кисточку. Возьму белилки, голубую ФЦ Индиго. Вот что-нибудь такое. Но все-таки больше серенькое. Так, а ну-ка. Посветлее надо все-таки. Это вот будет теневая наших ромашек, на которую мы, в принципе, потом будем наносить белый цвет. Даже, даже, я возьму сюда охру, чтобы он вот такой вот был зеленоватый какой-то. И вот так, вот таким вот образом. Более тепленький, да, то есть, чтобы у нас не сливалось оно все в одну вот эту вот массу фон и ромашки. Вот, пока вот эти вот обальчики наши закрываю вот так вот кисточкой. Прямо втираю. Вот таким образом. вот таким грязноватым, как бы, цветом. вот здесь тоже. Маленькие. Чуть-чуть окунаю в разбавитель. Чтобы слой был тонкий. Разбавитель у меня ойд-спирит без запаха. Тикуриловский. Корзинка подмешалась к ромашкам. Так, более такой охристый, пускай вот тут будет ромашка. Так, и вот здесь тоже. Вот таким образом заполнила я ромашечки. Ну, наверное, все-таки кисточкой я буду их прорисовывать. Так, но сначала я возьму охра, красный. Туда же индиго. Таким вот темным цветом. Я намечу теневую у серединок. То есть, ну, тоже вот так вот, как бы. Довольно-таки свободными такими вот тычочками, да. Не пытаюсь я там что-то идеально вырисовывать. Вот. Вот так по кругу что-то там натыкала, натыкала. И в серединку. Вот в серединке у нее тоже такое вот есть характерное. Затемнение характерное. Так, вот с этой стороны тоже вот так прохожу. Затемняю. И тоже в серединку поставила. Такую вот точечку. На этих так же. Так вот все довольно-таки условненько. На маленьких там прям сильно не стараемся чего-то вырисовывать. Так, здесь вот по низу я вот так прохожу. Такими вот тычочками. Серединка. И здесь у нас тоже. Вот так вот я затемняю. Есть. Протираю хорошенечко кисточку. Беру белилки. Сейчас главное работать пастозно. То есть почему щетинка? Потому что синтетика она больше выглаживает. А щетинка все-таки более такие вот накладывает пастозные мазочки. Да, жирненькие. И вот ромашечку нашу начинаю я вот так вот создавать. Лепесточки. То есть они там тоже лепесточки разных форм. Один на другой может заходить. Там они могут еще вот так вот. Не просто ровные, да, как мы привыкли в детстве. Ромашечку рисовать. Там, к примеру, серединка. Да, и пошли вот так ромашечки рисовать. Нет, они могут где-то заламываться вот так лепестки. То есть, ну, как бы создаем что-то интересненькое. Соответственно, там вот дальние мы не будем видеть, да. Они у нас просто будут какие-то такие вот закругленные, скажем так. А вот боковые, которые вот, ну, боком, да, мы можем уже видеть у них какие-то поворот этих листочков, скажем так. Вот так вот, постоянно протирая кисточку. Не сильно давя, чтобы не перемешивалось там вот с фоном. Даже можно немножко сделать ее такой вот желтоватой. Не чисто белым рисовать. Хотя он не чисто белый, все-таки получается у нас здесь присутствует еще. Фон подмешивается. Как бы она не сильно такая прям белая. И вот где-то потолще лепесток, да, взяли, сделали. Где-то потоньше. И вот прям, смотрите, как я делаю. Я беру эту краску, да. Вот я набираю прям много на кисточку, видите. И вот прокручиваю и снимаю ее. То есть вот с кисточки я ее снимаю. И вот как она легла, пускай она так и лежит. Пускай такая будет. Так, вот здесь на нас смотрят. Здесь мы уже таких каких-то изгибов, поворотов не видим. Но они такие вот уже. Вот я прижимаю прям. Ну как, прижимаю, но не тру. Не трите, так как у нас уже тут много краски, да. Сильно не трите на одном месте. Иначе вот этот слой, он подмешается. И вот он не будет таким ярким лежать. То есть аккуратненько. Вот нанесли, как оно легло, так пускай лежит. Так, ну вот здесь какой-нибудь пускай вот такой тоненький будет. Вот такой. Дальше. Продолжаю дальше. Здесь у нас тоже такие вот боковые тут листочки. Вот так потолще. Прямо у меня такой объемчик красочки присутствует. И я выхожу уже, видите, как бы за контуры вот эти вот создаю. Так, я еще добавлю белилок. Так, смешаю их с желтеньким. Такой бледненький-бледненький-желтенький. Вот, нанесу здесь такой вот пожирнее лепесток. Здесь каком-нибудь вот так вот. Дальше вот здесь какой-то такой боковой. Тут потоньше. Здесь потолще. Вот надавила, но в один слой. Все, кисточку протерла. Так как вот эти вот оттенки, они подмешались. Опять набираю жирненько краску. И не жалейте краски, набирайте хорошенько на кисти. Иначе, то есть малым количеством краски у вас не получится прорисовать. У вас будет все вот это вот дело смешиваться. Так, вот сюда добавлю еще постозности. Плюс помним про то, что вот какие-то теневые места, да, здесь мы хоть и мастихи нам делали, но мы соскребали прям. Вот. И у нас получилось, что тень, она нет вот этой, да, как бы объема краски. А ромашки, они светлые, они на свету. И, как мы помним, да, у нас то, что на свету, оно любит объемную красочку, постозности. Поэтому вот мы выкладываем, и она у нас вот уже смотрится так вот ярко. Действительно вот ярко и как светло, да. Потому что у нас есть объем. Так, вот здесь можно преломлять лепестки, да, вот смотрите, видите, как вот здесь вот ровный, и потом хоп, как излом такой. То есть лепесточек от серединки раз, изломился и пошел вниз. То есть вот такие штучки. Не то, что прямо вот как здесь, да, ровный какой-то, но он там далеко, мы его видим примерно ровно. А вот такие вот моменты, как бы, можно вот так, хоп, смотрите, уже так вот интересно и живописно. Вот я прокручиваю и снимаю красочку. Вот так вот, все. Уже смотрю, у меня здесь голубой, да, подмешивается, кисточку протерла и пошла дальше. Вот здесь такой вот пожирнее лепесток, а здесь вот остался кусочек маленький, да, тут пускай какой-нибудь такой потоньше будет. Так, вот здесь, к примеру, пускай такой лепесток выйдет в какую-то сторону. Вот, вот так вот. Дальше я вот возьму желтенький, поярче. И вокруг вот этой вот центральной точечки, да, как бы вот так, раз-раз-раз-раз-раз. Сейчас еще прям постойненько выложу вот такие вот серединки желтенькие. То есть, оставляя вот эту серединку, вот это затемнение по краю, оставляю. А сам как бы вот этот овал, да, средний, да, в ромашечке, я его таким вот образом высветляю. Вот опять-таки здесь, да, вот серединку эту оставляем, а здесь вот я добавлю вот таких вот густеньких мазочков желтенького. Вот так. Дальше, следующая ромашечка. Я сначала сделаю опять-таки основные, да, большие. А потом все другое. Так, вот здесь я хочу сделать такой прям лепесток. Здесь вот потоньше рядом. Это она у нас почти смотрит как бы на нас. Тут таких изломов сильно не будет у лепестков. Вот даже видите, какой-то белесо-желтый с зеленцой, что ли, что-то такое, оттеночек. Ну, пускай такой будет. Где-то выхожу на фон. То есть получается наш фон, он между лепестков виден, да. Так вот сюда, книзу добавлю более таких желтеньких. Ну, я их все-таки немножко поизгибаю, потому что я не хочу, чтобы она у меня смотрелась как-то скучно. Она хоть и на нас смотрит, но пускай она будет такая живописненькая. И ни в коем случае я прям идеально их не выписываю, да. Вот именно как красочка ложится, снимается с кисточки. То есть не хочу я вот прям вот этой какой-то идеальной детальной прорисовки. Вот такие прям, как сказать, кусочки краски прям сжаться. Вот видите, получилась уже она как бы такая вот объемненькая. Внизу более желтенький, да, как бы такой теневой. Здесь более, ну, желтенький тоже, но более светлый. Уже как бы так вот на свету. Так, еще белил, добавляю. Разбавителем сейчас не работают. То есть работаю чисто вот, ну, самой краской из тюбика. То есть тут сейчас ничего уже не разбавляю. Опять-таки вот этот крупненький сделаю. Он у нас смотрит куда-то вот сюда. То есть как-нибудь вот так вот изгибаю лепесточки. И вот можете посмотреть, да, в принципе, я как бы саму идею с референса, да, взяла. А дальше уже как бы сделала по-своему. Так, вот здесь они как-то так вот интересно поворачиваются. Сказать, что я не смотрю на референс сейчас вообще. Я смотрю, ну, там какие-то изгибы лепестков, да, ну, что-то такое. Ну, как бы, в целом и общем, как бы тут уже по своим ощущениям, как нравится. Так, вот хочу более белёсым. То есть здесь уже, смотрите, получается, что от этой ромашки, да, возможно, от этой на эту падает тень. И то есть вот эти лепесточки, они более тёмные. А сюда мы сделаем более белые, чтобы они у нас не потерялись на жёлтой вот этой вот, собственно, баночкой или что-то такое. Вот сюда. Таким образом, постепенно, постепенно. Вот сюда пускай лепесток свисает, да, у нас они тут прям на саму эту вазочку спускаются лепесточки. И они, видите, когда вот красочка так хаотично снимается, не совсем идеально как-то ровно, они получаются такие более живые и более пушистые из-за вот этих вот фактур краски. Так что не бойтесь никогда таких вот картин. Они всегда, ну, в смысле, вот так вот написанных, да, живенько. Они всегда сподрятся классно. Так, и вот сейчас я добавлю охру, то есть будем не через жёлтый, а через разбеленную охру. Я прорисую вот эти вот маленькие ромашки. Ну, правда, с добавлением, наверное, жёлтого, чтобы всё-таки потеплее был такой прям. Вот я прорисую эти маленькие, маленькие эти ромашки. Так, больше белого, ну, через охру. Вот такими вот лёгкими отпечаточками я оставляю такие вот лепесточки. И опять-таки тоже краску я сильно не вымешиваю. То есть она у меня здесь такая вот в одном лепестке можно просмотреть и более светлый какой-то цветик, и более тёмный. То есть они разнообразные там оттенки. Здесь вот короткие лепесточки, а вот сюда к низу уже идут подлиннее. Так, и вот эта она у нас смотрит прямо. Так, ещё белого добавлю. Она такая более освещённая. Постоянно кисточку протираю. И смотрите, мазочки можно наносить, допустим, закруглённый краешек. Можно от края, да, вести, вот надавить и вести, делая вот узенький, да, здесь. А можно наоборот. Вот лепесток, он же у нас тоненький к серединке, да, и пошире такой вот к краю. А можно наоборот, допустим, слегка ведём, да, потом хоп, её и приплюснули. Ну, это что-то не получилось сразу. Ну, в общем, так вот. Вот, то есть и так, и так можно попробовать, и как удобнее. То есть иногда удобно, да, чтобы руку там не выборачивать как-то, допустим. Наоборот, к примеру, прижать просто. Вот. И теперь нам надо, что нам надо? Нам надо сделать какой-то тёмный-тёмный-зелёный. Вот я тоже кисточкой сделаю. Стебелёчки, да. Вот откуда-то пускай, вот отсюда у меня тут идёт стебелёк. Тоже я его ровным сильно не делаю. И кисточку прокручиваю, чтобы у меня краска снималась. Видите, цепляется белый. Я её веду, прокручиваю, прокручиваю. Вот в руках вот так прокручиваю. И веду вот одновременно. И вот получается, что у меня снимается, да, красочка. И, то есть, белый подмешивается, но вот как бы не критично. Протёрла. Какие-то там лепесточки вот здесь видны, ну, я не знаю. Ну, можно, да, добавить где-то между лепестками тут что-то такое напоминающее лепестки. Вернее, не лепестки, а листки. Какие они там у них? Ну, что-то такое. То есть, не буду я тоже заморачиваться. Ну, как бы прям идеально выписывать эти листочки, как они есть. То есть, тем самым мы, в принципе, должны вот где, к примеру, яркости ромашек хочется добавить, да, там вот их нанести, вот эти вот что-то там, листочки. Вот какие-то мазочки здесь, к примеру. Вот где-то здесь. Ну, я так сильно даже, наверное, и не буду, друзья, их, эти стебельки делать. Ну, вот здесь покажу какой-то стебелек, вот туда пойдёт. Возможно, какой-то тут, так, листочек маленький. Ну, и вот эти, да, чтобы они у меня так прям в воздухе не висели. Вот я проведу к одному, к другому. Вот здесь. Тоже вот так, какой-то стебелек, ну, и может быть, какой-то такой листочек. Вот здесь можно ещё вот такое подбросить. Ну, они довольно-таки тёмненькие. Так, ну, и света чуть-чуть добавим по... Так, даже, наверное, с жёлтой с белилками вот так возьму. Так вот, просто кое-где вот так подчёркиваю немножко. Как бы тоже, видите, я не особо стараюсь их вырисовывать. Так, и чистым жёлтым проработаем у остальных ромашек серединки. Прям вот набираю хорошенько-хорошенько и пастозно всё это дело вот так сюда выкладываю. Так, вот живенько-живенько. Сюда, сюда. Здесь тоже. И вот тут. И на больших я, наверное, даже сделаю вот так сейчас смешаю. Такой вот яркий-жёлтый берила с жёлтеньким. И вот где-то прям, ну, в каких-то местах, вот более так ярко. Не полностью, а вот какие-то акценты поставлю. В маленьких там смысла, в принципе, нет. Они очень такие маленькие. А в больших добавлю. Кисточка я возьму жёлтенького. Можно вот сюда куда-то что-нибудь добавить. Добавить тёпленького цвета. Даже красноватый попался. То есть такая у нас получилась смешанная техника. То есть и мастихин, и кисти, всё куча. Так, вот сюда ещё вот так. Это вот про что я говорила, да, вот как кисточкой. Вот тоже такими вот смелыми мазочками можно, в принципе, эту работу выполнить. И такими вот рубленными, да, как бы. То есть раз, раз. Даже вот и не плоской кисточкой тоже можно. Вот я тут остатки краски собираю. Добавляю где-то здесь. То есть, видите, я так по диагонали нанесла, так вот. То есть вот такими вот, никакими там закруглениями, ровными выглаживаниями. Вот это вот называется писать картину, друзья. Если кто, допустим, не знал, да, вот самое-самое начинающее, да, кто у нас. Вот так вот это пишется. Когда мы рисуем карандашиками, да, или чем-то таким вот, графические материалы, это уже рисуем. Ну, вот таким образом мы все-таки пишем. Вот так хочу потянуть. И, наверное, здесь тоже чего-нибудь такого похулиганить можно. Сделать какой-то интересный фон. Такое пятно, да, скучное было. Вот я экспериментирую тут. Вот у меня тут какие-то, видите, остатки в синем, да, побродила здесь. Ну, вот можно так вот похулиганить, где-то добавить такой живости фон вокруг. Ну, вот, в принципе, уже, да, вот оно такое повеселее пятнышко стало. В принципе, на этом, друзья мои, нужно и остановиться. Единственное, сейчас, вот знаете, что увидела. У меня тут подвазочка тенюшечка пропала. Я ее добавлю, чтобы у меня вазочка стояла. Стояла. Так, ну. Здесь тенюшечка. К примеру, даже, да, вот сейчас уже начинаю сама изобретать тут что-то. Складочки какие-то здесь показать. Ну, к примеру, вот здесь, да, тут, возможно, какая-то тень, там, такие вот ломаные линии, да, там, разнообразные. Ну, что-то здесь такое присутствует интересное. вот, ну, в принципе, все. Я на этом закончу. У меня такой вариант, в принципе, уже устраивает. кстати, хотела еще вам показать. Такие работы обычно, да, вот если вы на работе подписываете, обычно процарапывают, вот, пастозные, да, вот берут. не особо мне удобно, конечно. Ну, вот процарапывание ем, либо можно, знаете, как, сейчас, 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 сейчас сделаем. Вот так вот. К примеру, здесь нанесем такое пятно, темное, да. вот, пускать так будет. И здесь видите, уже как бы, ну, такая вот как подпись. То есть, мы процарапали, сделали светлым, ну, это как вариант, процарапываниями можно делать так, ну, я вот не хочу, да, здесь такого прям. Я все-таки верну свой вот этот зеленоватый. Я подписываю на обратной стороне всегда. Это как вариант просто показала вам. так, ну, где-нибудь вот здесь тоже добавлю. Так, надо останавливаться, а то Остапа понесло. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и, пожалуйста, подпишитесь, помогите мне на Яндекс.Дзен, на Рутуб канал. Буду вам всем очень признательна. Все, всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok